Добрый вечер, 20.05 в Москве, это программа «Археология». Рекорды, новые высоты берут рубль и евро, вернее, доллар и евро по отношению к рублю. Но у нас тоже сегодня разговор о высотах, разговор о рекордах, разговор об Олимпиаде. Потому что пока еще свежи у нас ощущения и впечатления от Сочи, буквально несколько дней, пара дней, как закончилась Олимпиада, давайте попробуем разобраться о собственных душах, собственных финансах, кошельках, да, что это, собственно, было. Но для начала, я думаю, надо поздравить всех, поздравить друг друга с тем, что Олимпиада, мне кажется, была очень успешной, по ходу она раскручивалась все больше и больше, и как бы весь тот негатив, который многие месяцы, даже годы до Олимпиады мы все видели, понемножку как бы он затух, сошел на нет под воздействием того действительно великолепного праздника спорта, который мы все увидели, и действительно не реализовались все те тревожные ожидания относительно того, что это провалится, то обвалится, будут теракты, Россия не справится. Нет, Россия действительно справилась, и я лично в своей душе тоже видел, как по ходу Олимпиады спорт преодолевал политику, да, мое очень сильное такое политизированное восприятие Олимпиады, оно уступало чистой радости человеческого движения, человеческого тела. Но, тем не менее, это не отменяет того, что нам все-таки нужно с серьезных социологических, политических, археологических, если помнить название нашей передачи, позиций, исследовать феномен Олимпиады. Что будет после Олимпиады? Пойдем ли мы все после побед российской сборной заниматься спортом? Поедем ли мы все отдыхать на курорты Северного Кавказа? Что значит Олимпиада для российских финансов? Связаны ли олимпийские рекорды с новыми вот этими самыми рекордами доллара и евро по отношению к рублю? Обо всем об этом поговорим с нашими гостями. У нас сегодня великолепная четверка людей, близко связанных со спортом, занимающихся спортом. Это Алексей Кыласов, культуролог, президент Федерации традиционных игр и этноспорта России. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Андрей Дельфинский, преподаватель МГТУ имени Баумана. Добрый вечер, Андрей. И преподаватели Московского государственного университета и организаторы открытого семинара по философии спорта. Илья Сазонтов. Здравствуйте. И Владимир Нешуков. Добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Ну, в целом, сейчас, оценивая Олимпиаду, что? Успех полный и безоговорочный. Как вы оцениваете общее ощущение после этих сочинских двух недель? Победа России, победа Путина. Ну, конечно, успех. Очень сложно упрекнуть организаторов, если честно. Безусловно, мы все помним, как до того, как Олимпиада началась, все ожидали какого-то провала, о чем мы сказали. Но вот по ходу, с победами и поражением хоккейной нашей команды, оно подлило масло в огонь. Но когда за несколько дней до окончания Олимпиады стало понятно, что мы выходим на лидирующие позиции, настроение выровнялось. А для вас важен медальный зачет? Важен. Вы знаете, несмотря на то, что медальный зачет – это вещь неофициальная, на самом деле, это, пожалуй, единственное, что важно на этой Олимпиаде, как ее результат для нас. Да вы что? Единственное, что важно, но я делал все-таки какие-то другие вещи, в том числе и имиджи России. И если бы мы заняли второе или даже четвертое место, честно говоря, я бы даже не расстроился, учитывая эти громкие, прекрасные совершенно победы, которые там в лыжах, в биатлоне были, в мужских эстафетах. Безусловно, имидж – это очень важно, но остается в памяти то, что мы можем посчитать, что мы можем сравнить. Мы не можем сравнить имидж, как он отразился на этой Олимпиаде или любых других. Но зато мы знаем, что, допустим, мы повторили и побили рекорд 30-летней давности. Понятно. Андрей, а для тебя это важно, вот эти медальные подсчеты? Мне очень сложно подходить к этим медальным подсчетам непредвзято, поскольку я занимаюсь экономикой и социологией спорта. И прекрасно знаю, что в советские годы, несмотря на успехи советских спортсменов на Олимпийских играх, к сожалению, ситуация с массовым спортом была архикатастрофическая. Так называемые спортсмены, если мы говорим о пирамиде, питающей соревнования сильнейших, именно это было источником бюджетного датирования. А так называемый массовый спорт или, как его повели называть, физкультурой, к сожалению, эта часть советской спортивной индустрии, она деградировала. И, на мой взгляд, именно об этом нужно и важно говорить. Что касается успехов олимпийцев, конечно, я думаю, все россияне, даже те, кто весьма критически относился к этим играм, уже после принятия решения, в ходе тех громадных затрат, которые были выделены, даже все критики, в последний день Олимпийских игр, когда три российских лыжника первыми пересекли черту 50-километрового марафона, даже эти люди сказали, замечательно. — Да, это, конечно, удивительная победа, и мне вдвойне приятно к самому, как лыжнику. Особенно после всех тех провалов нашей лыжной сборной, когда, казалось, уже можно посыпать голову пеплом, такой выстрел фантастический. Это, конечно, драматургия этой Олимпиады была удивительной, тут ничего не скажем. — Владимир, а вот вы как считаете, есть ли связь, ой, извините, не Владимир, а Алексей, я к Алексею Куласову сейчас обращаюсь, есть ли связь между олимпийскими успехами и массовым спортом? — Грубо говоря, пойдут ли люди заниматься спортом? Выйдут ли они, ну, хорошо, снег уже растаял практически в Европейской России, но пойдут ли они заниматься, я не знаю, бегать в парках и так далее? Вот это вот спорт олимпийских достижений, переливается ли он в здоровье нации? — Сергей, ну, первое, что я бы хотел сказать, раз уж здесь в окружении философов, массовый спорт — это фейк, это нечто несуществующее. — Вообще или в России? — Это вообще, в принципе, несуществующая вещь, потому что, первое, никто никогда не доказал, что успех спорта как-то выталкивает нас на улицы, ну, если мы вспомним фильмы про индейцев, про рыцарей, как мы там в детстве все выходили, играли в рыцарей, там, в индейцев, там, брали копья или там подражали, в войнушку играли, то этого совершенно не происходит в спорте. Нет ни одного сколько-нибудь серьезного исследования, которое бы доказывало, что люди выходят и пополняют залы в тех или иных секциях по видам спорта, где продемонстрированы выдающиеся результаты. — Вот я про себя скажу. Когда наши взяли три медали, у меня такой внутри был сильный порыв, я не мог удержаться, что я схватил лыжи и поехал на оставшийся снег на трассу Воденцова, где мне нужно было выкатать вот эту вот радость победы. — Это одна сторона дела, а другая сторона само по себе выражение «массовый спорт». Меня очень удивляет, что исследователи практически не обращают внимания, откуда же взялось выражение «массовый спорт», а происходит оно от среднего человека, от Ортега и Гассета, от массового человека. Соответственно, массовый человек занимается массовым спортом, то есть средний человек занимается чем-то усредненным. Соответственно, о массовости здесь речи не идет. Это уже как раз относится к дикости спортивного дискурса, совершенно отсутствующего, не только на мой взгляд, но и на взгляд моих коллег. И когда мы говорим о массовом спорте, то мы говорим вообще непонятно о чем. — Хорошо. В этом отношении Олимпиада, вы считаете, не имеет никаких долгосрочных последствий для, так скажем, практик нации? — Для меня, например, очень тревожный знак — это вот то, что мы с вами слушали перед началом эфира о колебаниях долларов. — Да. — Доллара, там, евро, то есть о колебании нашей национальной валюте. — Даже не колебания, сказал Владимир, это стремительный рост. — Потому что я вот хотел бы сказать, что самые дорогие игры до этого были в Афинах, то есть когда был настолько сильный отрыв в финансировании игр, там затраты возросли вдвое. Они планировались одного уровня и превысили 9 миллиардов, что в совокупности привело к дефициту бюджета Греции в 7,5%. В конечном итоге, что произошло в Греции, нам с вами, увы, известно. И, к сожалению, динамика того, что происходит сейчас в России, она как-то тревожно напоминает 2004 год. — То есть вы связываете олимпийские рекорды с рекордами доллара? — Ну, таких случаев было и достаточно много в истории. — Андрей. — Ну, я здесь не соглашусь. Касательно экономического эффекта олимпийских игр, это известная история. Олимпийские игры никогда за одним-единственным исключением не платили сами за себя. Единственные олимпийские игры, которые окупились, это игры в Лос-Анджелесе 1984 года. При этом упускается при восхвалении этих игр один важный момент. То, что это была единственная заявка, и фактически Международный Олимпийский комитет попросил Лос-Анджелес принять эти игры после провальных в экономическом отношении монреальских игр. Начиная с 1984 года произошел процесс коммерциализации игр, и возникл новый нарратив, дескать, игры платят за себя. Это не так, заявки переоцениваются в четыре раза, однако важный момент, и оттолкнувшись от реплики Алексея, я хотел бы продолжить. Дело в том, что Греция не могла себе позволить эти игры, а Россия как раз и позволила себе, и продемонстрировала крайне высокий уровень организации, что как бы мы ни хотели, отмечают большинство международных чиновников, спортсменов и просто зрителей, которые там присутствовали. Что касается связи этих игр с рекордами нынешними доллара, я бы сказал, что связь отсутствует, поскольку основные затраты были понесены в предшествующие годы. А сейчас, собственно говоря, можно говорить только лишь о возникших в связи с этим экономических обязательствах, но это не является, не впрямую не оказывает влияния. Это общая макроэкономическая тенденция. На мой взгляд, победа двойная. Мы не только выиграли право принять игры в седьмом году, мы не только провели их на высоком уровне, мы еще и выиграли. Действительно, это триумф России, может быть, триумф ее президента лично, и уж точно триумф министра спорта. Да, ну вот здесь, сказать, но об этом мы еще поговорим, что может быть вот такой вот неожиданный для многих успех России на этой Олимпиаде, он может законсервировать нынешнюю модель финансирования российского спорта и, скажем, покупки дорогих успешных олимпийцев, как было с американцем, как было с украинскими спортсменами, что вот эта вот модель, она будет дальше законсервирована. Но давайте этот разговор немножко зарезервируем, да, вот чуть попозже поговорим, там, о российской и условно-норвежской модели организации спорта. Я, Владимир, здесь хочу спросить. Вообще, в этом смысле, вот как вы считаете на весах Иова вот эти вот 50 или 60 миллиардов долларов с одной стороны, с другой стороны, вот весь тот позитив, о котором мы говорим, это окупилась ли Олимпиада по такому большому счету, по гамбургскому счету? Ну, по-моему, эта Олимпиада отчасти та Олимпиада, которой у нас не было в 80-м году, которую в полной мере нельзя считать состоявшейся, несмотря на то, что она считается одной из образцовых, поскольку ряд сборных, причем довольно значительных, например, сборных США не приехали на эти состязания. И в такой перспективе, да, Олимпиада состоялась. Понятно, что, может быть, расчет ресурсов, расчет эффективности их использования, но я бы не брался вот из экономической именно оптики это рассматривать. Ну да, я согласен с вами. Здесь я так специально такой каверзный вопрос задаю. Я понимаю, что это все равно спросить, окупились ли пирамиды Хеопса? Естественно, естественно, не окупились. Но тут как бы другой-другой совершенно эффект. Ну и сейчас, скорее, трудно об этом говорить, потому что мы все восхищены тем, что мы увидели. С одной стороны, многие были фрустрированы изначально и ожидали какого-то провала. Самый экстремум этого негативного ожидания был в декабре, когда вот Волгоградские события были, и мы ждали непонятно чего. Но, собственно, с момента начала Олимпиады было такое восходящее чувство восхищения, когда в конце мы уже не верили, что это происходит, где-то предпоследние дни. Здесь, да, мне кажется, очень интересно, что вот была показана Россия, какой мы ее хотели бы видеть. Был создан такой Олимпийский парк. И не знаю, насколько это все возможно перенести обратно в российские практики. Понимаете, где милиционеры улыбаются, где массы, там, тысячи волонтеров, которые прекрасны, которые помогают, где люди ходят с улыбками на лицах, где мы видим действительно представленную многонациональную, там, многорегиональную Россию, где приехали люди из своих городов со своими знаменами. То есть вот эта вот та Россия, какой мы ее хотели бы видеть, точно так же, я думаю, когда церемония открытия-закрытия, собственно, та российская история, русская история, как мы ее хотели бы видеть. История русской культуры, да, империя культуры. То есть здесь был создан такой сладкий сон девочки Любы, мне кажется. Ну, Олимпиады — это всегда такое запаздывающее высказывание, как минимум сейчас на 7 лет. И были же интерпретации вот этих церемоний, как такого эхо 7-летней давности, или 4-летней давности. Эхо Медведевской России. Да, да, как Ревзин написал. Да. Но, по-моему, это высказывание еще больше. Можно вот ретроспективно читать, доводя его до где-то середины 70-х годов, когда была подана заявка на проведение Московской Олимпиады, и мы, может быть, увидели ту Россию, которую хотели увидеть тогда. А она окажет влияние вот на нынешнюю политическую ситуацию? Растопит ли она, может быть, нынешний такой политический лед? Я не знаю. Давайте пофантазируем, останемся на этой почве позитива. Может, это будет как московский фестиваль 57-го года. Все флаги в гости к нам, и вот теперь новая начнется после Олимпиады. В противовес тому, что сейчас ожидают новых заморозков. Ну, конечно, Олимпиада стала таким определенным высказыванием для партнеров, в первую очередь. Внешне политический эффект, он должен отметиться в ближайшее уже время. Но для меня было интересно посмотреть в контексте вашего рассуждения о том, как все функционировало, как все было отрегулировано, как милиционеры улыбались, как были волонтеры. Это звучит как высказывание для России тоже, как высказывание жесткой администрации внутри. Понимаете? Потому что, ну, давно понятно, что Олимпийские игры были пронизаны вниманием Владимира Владимировича Путину, потому что это был проект, в котором он был лично заинтересован. И вполне очевидно, что в таком проекте что-то пойти не так, но в принципе не могло, потому что слишком, ну, высоки были ставки, да, потому что слишком много внимания было уделено данному проекту. Вот мне кажется, что вот этот опыт России на экспорт неплохо бы, как бы, немножко переформатировать для России, для себя. Ну да, Россия на экспорт. Это буквально тоже с языка сняли, я писал об этом колонку для Forbes. Вот я сравнивал, помните, у нас была такая Евролада, которую брали-брали с Волжского конвейера, отвозили в город Усикаупуке по Финляндии, там доводили до европейского рынка и провожали, и продавали в Европе. Особо продвинутые наши граждане советские покупали в Европе, да, ввозили ее обратно, и она уже шла примерно как две к одному цена. Вот нам-то дали такую Евроладу, да, Евроолимпиаду. Хотелось бы, извините, так сказать, за приставку. Вот, хотелось бы ее иметь дома. Уйдем на перерыв, после перерыва примем ваши звонки, это программа «Археология». Добрый вечер, снова программа «Археология». Сегодня мы тут вдыхаем дым погасшего олимпийского факела. Закончилась Олимпиада в Сочи, мы пытаемся подвести итоги, археологические итоги, посмотреть, что это было с точки зрения имиджевой, что это было с точки зрения экономической, с точки зрения самоощущения России. И, может быть, попытаться заглянуть в будущее Олимпиады. Вы знаете, вот тот вопрос, который я хотел бы, ответ на который я хотел бы услышать от наших слушателей. Вот как вы считаете сейчас, по горячим следам Сочи, «А нужна ли России еще одна Олимпиада?» Вот положим, я думаю, что после этого успеха совершенно очевидно, да, вот как согласитесь, не согласитесь, Россия, наверное, будет подавать заявку, учитывая вот этот вкус к мегаспортивным событиям, наверное, на летние игры уже. А уже есть, Санкт-Петербург. Петербургская, да, Петербургская заявка. Вот, и я думаю, что аппетит приходит во время еды, и мы совершенно очевидно в течение нескольких лет, помимо тех больших событий, которые мы получим в ближайшее время, это что у нас, да, Красноярская универсиада зимняя в Красноярске, Экспы не получили мы, да, в Екатеринбург, оно в Абудаве будет, ну, в общем, там еще ряд каких-то, ну, да, футбол, футбол, естественно. Футбол, Красноярская, видимо, Олимпиада. Ну, как вы считаете, нужна ли России еще одна Олимпиада? На 24-й год сняли заявку. Эту летнюю? Да. Ну, ожидаем, что в 24-м году Олимпиада пройдет в США, ну, по крайней мере, как есть такое же. Ну, вы знаете, время летит быстро, вот, тем более в наших больших политических циклах. Коллеги, на самом деле ее еще никто не подавал. По правилам МОК она подается за 7 лет. Итак, 65, 10, 99 и 6. Нужна ли России еще одна Олимпиада? А я хочу наших гостей спросить, напомню, что это Илья Сазонтов, Владимир Нешуков, Алексей Кыласов, Андрей Адельфинский. А почему так сейчас западные страны активно отказываются от Олимпиады? Меня впечатляет эта история последнего года, когда все западники пробрасывают эту зимнюю Олимпиаду следующую. Санкт-Морец отказался, Мюнхен отказался, Осло отказалось, Стокгольм отказался, уже 4 ведущих западных страны отказались от зимней Олимпиады. Почему, Андрей? Мне кажется, дело как раз в развитии массового спорта, который отказывается вычленить Алексей в своих теоретических построениях. А дело в том, что уровень собственного участия в физической активности, в организованных формах, в Северной Европе, ну, как бы в тех странах, которые мы называем развитой западной, он гораздо выше, чем в России. Этот процесс, который для простоты можно назвать фитнес-бумом, он начался в 70-е годы, и сейчас приводит к тому, что в Скандинавии, в Германии, к примеру, там до 76% людей вовлечены в активные занятия, двигательные активностью, занятия спортом. И эти люди очень хорошо также разбираются в спортивной закулисье, в особенностях приема игр, и эти люди формируют, входят в органы управления, общество, входят во власть, и они участвуют в принятии решения. Дело в том, что принимать игры достаточно дорого, а Международный Олимпийский комитет из организации, куда входили военные, политики, аристократы, и это был закрытый клуб, пополняющийся методом кооптирования, в начале 20-го века, к концу 20-го века превратился в организацию, где доминируют страны, которые мы называем развивающимися, и количество дел о взятках, и количество скандалов на эту тему, оно просто гигантское. Ну да, я смотрю, как центр тяжести сдвигается олимпийских игр, посмотрите, вообще, страны БРИКС, грубо говоря, ну, Олимпиады и вообще мегаспортивные события, чемпионат мира по футболу в Южной Африке, Олимпиада в Пекине, чемпионат мира по футболу и Олимпиады в Рио-де-Джанейро, чемпионат Европы по футболу Польши и Украине, да, Олимпиада в России, все как бы на восток, грубо говоря. Мы умеем давать взятки, может быть? Ну, я бы на это посмотрел немножко с другой стороны, потому что, если мы посмотрим, что происходит в современных западных странах, есть такое ключевое понятие качество жизни. Человек понимает, что основную ценность представляет его здоровье, его самочувствие, как они говорят, вэлбейн. И вот это ключевое понятие, оно не дает людям возможности идти в спорт, потому что, если вы проанализируете сегодня рынок фитнес-услуг, то вы не будете никакого открытия, если вы увидите количество препаратов, которые, ну, совершенно нельзя отнести. Володя делал замечательную работу на тему исследования с Ильей вместе по воркаут, да, то есть по качкам, вот, по качалкам, и это совершенно справедливая работа, потому что сегодня, когда мы говорим о спорте, то мы прежде всего говорим о об изменении человеческой природы, человеческой породы. Речь идет о генной модификации человека, как мы генно модифицируем продукты и все, что нас окружает, также мы вторгаемся в бионику, также мы вторгаемся в то, как изменить человека, потому что человек взятый и натренированный, у него нет шансов достигнуть в современном спорте ничего, до тех пор, пока к нему не будут применены, применен допинг. Вот допинг, на самом деле, надо понимать, что есть разрешенный, а есть запрещенный. Вот, например, Сочинская, вот эта Олимпиада, она дала всплеск к тому, что появилось ряд публикаций о допинге, о том, что ксенон, дышали ксеноновой ингаляцией и так далее, или, так сказать, другие газы. На самом деле, это хорошо известное давно уже, с 90-х годов средство по насыщению кислородом, но оно не активизирует гормон ЭПО, тот самый, за который ловят лыжников, биатлонистов, то есть вы как человек триатлета, вы понимаете, о чем речь идет. И, да, то есть вот лыжник, да, тоже есть, вы тоже, конечно, знаете это все. И вот ксенон, он дает как раз вот этот вот мягкий эффект снятия усталости. Не знал, не знал, может, перед машиной у меня эти фары ксеноновые, может, перед фарами. Наверное, да, наверное, вы заряжаете. Я бы немножко поправил. Речь идет, самое главное, о чем я хотел сказать, это все-таки подводя итог, что для того, чтобы достичь успеха в современном спорте, так называемом элитном спорте, в спорте высших достижений, все-таки нужна фармподдержка, фармподдержка, без которой невозможно. А фармподдержка является в условиях гражданского общества, развитого, да, где человек понимает ценность, качество жизни, понимает ценность здоровья, он с меньшей готовностью идет на риск. Он понимает, что он за это должен получить нечто, а что ему даст за это общество. И в результате, в рамках вот этого торга не происходит полного контакта для того, чтобы находили выходы. Прежде чем дам ответить Андрею Дельфинскому, хочу напомнить наш телефон, студийный 651099,6, код Москвы 495. Нужна ли России еще одна олимпиада? После Сочи, в преддверии нашей возможной заявки Санкт-Петербурга на летнюю олимпиаду, нужна ли России еще одна олимпиада? 651099,6. Андрей. Маленький ремарк насчет допинга. Дело в том, что нет разрешенного и запрещенного допинга. Слово допинг – это то, что определяет ВАДА. ВАДА принимает решение, будет этот препарат допингом, или это фармакологический препарат. А уж касательно повышения производительности, здесь я бы не согласился. Андрей, ВАДА – это анти-доуп-эдженси. Я подчеркиваю, это допинг существует. Допинг – это то, без чего мы не можем. То, что нам нужно для адаптации. А вот анти-доупинг – здесь я с вами согласен. То есть ВАДА регулирует анти-доупинг. То, что сказала ВАДА. ВАДА сказала… ВАДА – анти-доупинг-эдженси. Хорошо, давайте сейчас оставим в стороне спор о терминах. Мне кажется, спор о терминах, мне кажется, здесь понятно, о чем идет речь. 651099,6. Нужна ли России еще одна олимпиада? Артем. Алло. Да, мы слышим вас. Добрый вечер. Да, вот по поводу олимпиады. Насчет нужности или ненужности. Вы знаете, я следующее хотел сказать. Дело в том, что я воспринимаю олимпиаду, некое шоу. Вот по качеству шоу мы показали прям суперский результат. Безусловно, здесь говорить не о чем. А вот дальнейший эффект, ну вот смотрите, если мы можем после этого шоу дать какие-то еще, может быть, локальные по всей стране мероприятия, почему нам не провести такую, знаете, местную олимпиаду, не поддержать, собственно говоря, вот этот взрыв эмоций человеческих россиян, в том, чтобы они действительно занимались спортом, устраивали, точнее участвовали в каких-то более локальных, ну в рамках страны мероприятиях. Ну как, вот раньше проводилась спартакиада народов СССР, вот что-то подобное, спартакиада народов России? Почему бы и нет? Ну, спартакиада городов России. Вполне нормальная ситуация. Тем более, что вот смотрите, мы потратили огромные деньги, но мы сделали классное шоу, мы построили грандиозный объект в рамках одного города. Ну вот, там, несложно предположить, вот сколько бы стадионов мы могли построить в, ну, хотя бы миллионниках городах, если бы не было вот этой олимпиады. Понятно. Вот эффект был бы хуже, более лучше или хуже. Вот я считаю, что если мы, скажем так, дадим возможность и убедим наше правительство вкладывать деньги потом в более локальные и нужные для нашей страны спортивные мероприятия, пусть это будет спартакиада, тогда эффект будет длительный, и тогда, соответственно, действительно, у нас будет и детская школа хорошая, и юношеская спортивная школа хорошая. Люди будут... Спасибо. А сейчас получилось, что мы... Ну, понятно. Да, что дальше? Понятно, Артем, спасибо. Юрий на линии. Здравствуйте. Добрый вечер. Хороший вопрос. Я вот буквально сегодня из Альфа вернулся с горных войск. А в Красной Поляне я был 13 раз в своей жизни. Ну, как бы все военные, не выпускали раньше. Я могу так сказать. Нам нужна обязательно летняя олимпиада, и провести мы ее должны на Ямале или в Якутии. Копить снега и делать там бассейны с подогревом. Ну, вы понимаете, что суть моей иронии. Там уже крытые футбольные поля есть, первые в мире. То есть, это я говорю, как человек, как... Я был как раз советником, вице-президент Якутии. А лучше на Северном полюсе сделать олимпиаду и утереть всем нос вообще. Какие бы у вас... В реальности, вот я могу так сказать, олимпиада должна после себя оставлять всего-то для людей. Но дело в том, что у нас в районе проведения олимпиады людей не живет. Вот. Если мы сравним типичный потребительский спрос на расстоянии трех часов от альпийских подъемников, то мы получим цифру 300 миллионов человек. Если мы возьмем три часа от подъемников Красной Поляне, мы получим 300 тысяч. То есть, мы для кого это строили? Для спроса, который не превышает полпроцента спроса Евросоюза? Вот. У нас специфика страны такая, что, ну, как бы нет платежеспособного спроса в силу того, что население не живет там, где мы эту олимпиаду проводим. Ну да, Алексей, понятно. Очень интересное сравнение. Спасибо. Еще я хотел сказать, что это зона не устойчивого снежного покрова. Спортсмены все равно где соревноваться. Спортсмены хоть по камням будут нестись, если все в равных условиях. Вот в Красной Поляне я был в последний раз 28 января прошлого года. Там было плюс, по-моему, 17 градусов. Там снег очень плохой. И он то может быть, то может не быть. Ну да, мы видели это на соревнованиях лыжников. Собственно, многие падения наших лыжников, они как раз связаны с тем, что лыжный, скажем, спринт мужской лыжный превратился в лотерею. Потому что сам как лыжник, я знаю, что на таком горячем снегу, конечно, очень непросто кататься на больших скоростях. Просто узенькие беговые лыжи, они вязнут в этом снегу. Вот, и гораздо сложнее устоять на ногах. Да, это все так. Спасибо, Алексей. Господи, простите, Юрий. Спасибо, Юрий, за интересное сравнение. Да, летняя Олимпиада на Ямале, чтобы уж тогда по аналогии провести. И Алексей на линии наконец-то звонился. Да, спасибо. Слушаем вас. Добрый вечер. Да. Вы знаете, я просто работаю в спорте уже 20 лет. И, как я понимаю, уровень моей подготовки не уменьшается с каждым годом. Я просто замечаю, что и по общению с клиентами, с регионами, все вот такие вот мегапроекты, все эти большие акции, олимпиады и так далее, это отнимает бюджет, в первую очередь, у любителей. И у меня любители спортшколы, дюшкоры, которые завязаны на бюджетирование, на централизованное финансирование. Все в один голос жалуются, что вот эти все олимпиады, все эти большие соревнования отнимают у детей, у обычных детей деньги. Да. Спасибо. Понятно. Спасибо. Ну вот здесь, да, Алексей, мне кажется, говорит очень важная проблема, что вот культ рекорда, культ достижения. И не раз на олимпийских трансляциях я слышал, вот даже на том самом лыжном марафоне 50-километровом для нас победном, что победитель только один, все остальные проигравшие. Это вот комментатор как раз Губерниев тогда говорил. По-моему, нет ничего более порочного, чем такая мысль. Это противоречит самому принципу олимпизма. Вы знаете, когда олимпийские игры создавались, первым Декубертеном, один из основных принципов был, главное, не победа, а участие. Да. Вторым основным принципом был соревнуются не страны, а атлеты. Быстрее, выше, сильнее. Мы сейчас наблюдаем картину, когда оба этих принципа, они в современных олимпиадах опровергаются, потому что соревнуются медальный зачет по странам, все смотрят, а действительно победитель только один. Но мы не можем в данной ситуации обвинять в чем-то олимпиаду, потому что рекордизм — это внутренний смысл современного спорта в принципе. Ну да, современное общество — это культ лидера, культ успеха, такое трансформированное нецшианство. Хотя зимняя олимпиада, она как раз к рекордизму меньше имеет отношение, чем летняя, потому что те виды спорта, которые на снегу, они, в общем-то, неисчислимые, несопоставимые. Ну коньки только, да. Или, например, в фигурном катании, вот рекорд был поставлен парой, все-таки субъективное судейство — это такая... Ну да, в этом отношении зимние, конечно, немножко чище. Но все равно, вы знаете, игры, вот этот вот ритуал, каждый год, каждая олимпиада мы говорим, но мне он глубоко неприятен. Вот это вот царское награждение, эти миллионы рублей, эти машины, эти квартиры, затем еще региональные подачки, местные подачки, корпоративные подачки. То есть атлеты какие-то вот такие, понимаете, корпоративные бойцы, которых это государство вознаграждает по полной. А вот это, Сергей, такая особенность, которая как раз сейчас приводит спорт к полной стагнации, потому что если мы посмотрим, что происходит там в Соединенных Штатах, Германии, да, то есть вот со спортом, со странами, где стабильные достаточно показатели от Олимпиады к Олимпиаде, в отличие от нас, да, если мы помним, что было в Ванкувере, и сравниваем с тем, что сейчас, то это очень-очень большая динамика. Так вот, есть такое слово, оно не совсем спортивное, краудфандинг, да, то есть вот в нормальной стране, при нормальной ситуации, это вся страна участвует в подготовке. То есть чтобы появилось чувство сопричастия, да, мне дают такую возможность чем-то помочь, как-то поучаствовать в этом. А у нас обратная ситуация. У нас после победы, у нее много как бы друзей и отцов, как вы понимаете, да, то есть каждый начальник хочет сказать, что да, и вот своим даром он как бы тоже соучаствует, но не народ, начальники соучаствуют. Но это, да, государство приватизирует эти победы и говорит, что эти победы были во славу государства. Конечно, конечно. А собственный спорт нацелен на обслуживание престижа государств нации, то есть он ни для чего другого и не пригоден, потому что даже в Олимпийской хартии сказано, что Олимпийские игры — это политическое мероприятие, потому что без письма о поддержке национального правительства заявка не рассматривается. Ну вот здесь мы снова возвращаемся к этому вопросу, скажем, о соотношении российской модели и норвежской модели условно спорта. Вот когда был вот этот финальный марафон, когда все сошлось действительно, как на этом финальном марафоне, лыжном 50 километров, кто будет первым в медальном зачете, Россия или Норвегия? Ведь могли теоретически норвежцы выкосить медальный пьедестал, и они бы были первые в общем зачете. Но Россия тогда, ну правда там бабслей еще был, ну неважно, все равно первое и второе. Так вот норвежцы, понимаете, вот все-таки, при том, что я рад очень победе наших, но я понимаю, что когда проводился чемпионат лыжный по лыжным гонкам в Норвегии, там на трассы Хольменколина вышло 300 тысяч человек, которые стояли вдоль трассы марафона, некоторые там ночевали в палатках. Это вся страна стоит в выходные дни на лыжах, вся страна. Что у нас в России происходит с лыжами, я думаю, вы знаете. Максимум, вот эти походы выходные дня, там с ребеночком постоять на лыжах, как бы у нас нет ни этих трасс освещенных, ни ратраков, ни культуры массовых соревнований. Абсолютно забрекартизированная лыжня России, которую бегают там. Ну, все-таки она состоится из раза в раз, то есть я знаю, что в некоторых местах там действительно люди искренне выходят. Ну, это один раз бывает. Ну, они есть, эти люди, я сам к таким отношусь. Поговорить, легко залезть на сайт Холминкольнского марафона и посмотреть, сколько человек там бежит. Причем до фамилий, до имени вы можете найти аккаунт этого человека в Фейсбуке или персональную страничку. На фликере любом другом интернет-ресурсе будут фотографии. То есть это верифицируемая вещь. Касательно лыжни России и Кросса нации, к сожалению, у нас с массовым спортом еще с советских времен повелись весьма, так сказать, недружелюбные отношения. Дело в том, что в советские годы спорт развивался в рамках, скажем так, в 20-е годы спорт был привязан к системе здравоохранения, весьма хорошей и прогрессивной модели, которую придумал Симашко. И Симашко изначально рассматривал спорт как социальное благо, как средство оздоровления. Однако в какой-то момент другой культурный регистр в рамках спорта начал доминировать. И мы начали играть в игры, в соперничество, в игру свой-чужой. И начиная с 30-х годов, это как раз время правления Сталина, который сам был глубоко неспортивным человеком. И вот эта модель зрителя спорта за чертой, спорта в квадрате, который порождает спорта за чертой, доминировала. И постепенно профессиональный спорт у нас вытеснил то, что называется общедоступный, ординарный спорт. Это известно, достаточно посмотреть литературу. Напомню, телефон наш студийный 65 10 99 6 и вопрос. Нужна ли России еще одна Олимпиада? Оглядываясь на опыт Сочи, что Сочи нам сейчас дали эти игры? Учитывая те траты, которые были, нужна ли нам еще одна Олимпиада? 65 10 99 6, мы примем ваши звонки сразу после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология» в эфире. Говорим сегодня об итогах Олимпиады в Сочи. И вот сейчас в третьей части нашей передачи поговорим о будущем олимпизма, об альтернативах Олимпийских игр. Напомню, что у нас в гостях культуролог Алексей Кыласов, организаторы открытого семинара по философии спорта, преподаватели МГУ Илья Сазонтов и Владимир Нешуков, и преподаватели МГТУ Андрея Дельфинский. Ну вот смотрите, друзья, нам звонил Юрий, такой был очень интересный звонок, который сказал, что нужно спорт спускать на локальный уровень, предложил вот этот вот опыт спорта-киады народов России, народов СССР, сделать некую спорта-киаду народов России. Насколько это может быть более такой устойчивой альтернативой? Сергей, можно я отвечу? Я привел бы пример, что это просто невозможно, и это мало того, это даже абсурдно. Есть у нас такой феномен, большой театр. Если вы понастроите таких театриков по всей стране, я вас уверяю, что они не будут пользоваться популярностью, не ходи к гадалке. Будут небольшие театры. Ну будут небольшие театры, много, будут непонятные артисты в них выступать, шоу. Ну не 32 фуэта, там типа 16 будут крутить. Вы же понимаете, да. То есть рассуждать на эту тему, в общем, понятно, что спорт — это социокультурная сегрегация в обратном направлении. То есть спорт не идет вширь, потому что спорт, собственно, и демонстрирует нам, как у Ницше сверхчеловека, да. То есть, а когда это идет в обратном направлении, то, извините, я теряюсь в догадках. То есть я даже не знаю, как это назвать. А вот как обратно гуманизировать? Смотрите, ведь получается, что происходит некая дегуманизация спорта, да. Вот действительно формируется в том числе и генной инженерии, сейчас некий сверхчеловек. Вот смотрите, этот вот бегун, который на протезах, он же там ограничивает, и он практически уже быстрее бежит. Он уже точно не будет выступать. Он уже не будет выступать. Смотрите, вот я позволю себе начать, потому что тут достаточно приходится и по работе много анализировать, да и, в общем, есть что на эту тему сказать. Вот есть отрасль культура. У нас в России, судя по тому, что есть министерство спорта, спорт – это тоже отрасль. И если есть в отрасли культура два направления – классическое искусство и фольклор, то есть они допускают, что сохраняются традиционные формы, то в спорте этого не наблюдается. И, на мой взгляд, вот этот успех в Олимпиаде сейчас – это очень серьезная угроза, в частности, тому, что мы делаем, что делает наша федерация по поддержке традиционных игр. Традиционные игры, этноспорт – это фольклор. И если есть спорт высших достижений, то должен быть и фольклор. То есть я не говорю о массовом спорте, вот это миф, еще раз говорю. Ну, не соглашусь и позволю после вашего реплики… Ну, тут можно соглашаться, можно соглашаться, но спорт родился все-таки как эмансипация из традиционных праздников, где карнавальная, фестивальная культура была. Ну, понятно, это вообще эпоха модерна произошла, по большому счету, которая спорт вынула из городского футбола. Но мы же не отказываемся от театра с изобретением кинематографа и не отказываемся от кинематографа с изобретением телевидения и так далее. Да нет, я только за, пусть расцветают 100 цветов. Конечно. Есть же у вас этноигры, они существуют, кстати, проволокцы. Традиционные игры существуют, они в рамках традиционных праздников. Международные какие-то существуют, что там… Нет, они локальны. Если спорт интернационален по своей сути, это наиболее общее упражнение ради всеобщего участия, то традиционные игры, они поощряют как раз культурное многообразие. Что это у нас? Лапта, городки, кулачный бой. Нет, их нельзя вычленить, они существуют в конве праздников. Потому что в один праздник это один набор игр, в другой праздник это другой набор игр. Они существуют именно в рамках традиционных праздников. То есть если спорт стремятся сделать праздником, то традиционные игры, они уже праздник, они не существуют без праздника. Насколько это массово? Все-таки спорт, он интересен общими правилами. Там, где это удалось сохранить, например, шотландские игры, Highland Games в Шотландии, это достаточно популярно. У нас в России пытались, в силу разных причин, многие вещи заглохли, но тем не менее, в Якутии собирается на играх Дегына в рамках праздника Исах порядка 150 тысяч человек. Вы считаете, что это может быть альтернативой олимпизму? Ну, во-первых, это не альтернатива олимпизму, это совершенно другое. Дополнение как бы. Это другая тема. Это виды физической активности. Вы знаете, мы с Владимиром считаем, что это одна из прямых альтернатив олимпизму. Если честно, Алексей с нами уже не соглашался с этим в нашей заученной дискуссии. Алексей предлагает такой консервативный проект, консервативную критику олимпизму. И, в принципе, такого рода критика, например, со стороны немецкого движения Турнершафт, она уже существовала. Но олимпизм, он показывает поразительную живучесть. Турнер — это же немецкая национальная гимнастика. Она тоже была изобретена. Времен Бисмарка это такое, да? Да. Вот именно за счет ее... Она действительно была изобретена, поэтому я не соглашаюсь с ее. Потому что традиционная игра — это то, что существует в рамках экзистенциального человека. Но олимпизм оказывается таким живучим, что он может не только подавлять, но и включать в себя эти элементы. Ну, например, собственно, Турнершафт — это было такое ультра-националистическое спортивное движение. И оно было потом, скажем, прокручено через мясорубку от НСДАП и включено, по большому счету, в олимпизм. Как бы они ни протестовали. Поразительная живучесть олимпизма может объясняться, наверное, двумя источниками его возникновения. Возникновение современного спорта. С одной стороны, это европейское рацио, с другой стороны, европейский же такой романтический порыв. Но какая сейчас тоже опасность есть — это дигитализация спорта. Вот Алексей тоже об этом любит говорить. Вот этот романтический порыв, тот шарм, который есть в спорте, он цифровым расчетом может быть уничтожен. Например, можно много критиковать, скажем, технику китайских гимнастов за то, что она машинная. Вот эта машинность, которая может быть и у европейских спортсменов, она делает спорт совершенно неинтересным. Собственно, а шарм, он смещается, например, вот в область традиционных игр. И вот эта дигитализация или даже замена органов на протезы в случае писториуса, генной модификации, которыми пользуются, ну, не генными модификациями, допингом пользуются все. Если ты на нем пойман, ты просто неудачник, по большому счету. Ой, ну вот я здесь, конечно, хочу сноску. Не первый раз мы в археологии ставим эту тему. И вот, скажем, не раз здесь сидел многим спортсменам, известный Василий Парников, который, в общем, готов доказывать, что чистый спорт есть, что чистый спорт существует, что чистый... Я, как тоже, помимо прочего, фанат велоспорта, мне очень хотелось бы в это верить, что не весь про-тур едет на фарме. Вот, что можно забраться в Альб-Диуэс без эритропоэтина. Вы знаете, вот меня перебили, не закончил свою мысль, почему мы рассматриваем народные игры как альтернативу олимпизму, да, олимпийскому движению. Потому что с развитием человеческих возможностей, которые демонстрируют наши атлеты, с увеличением показателей, мы предполагаем, что человек постепенно подходит к тому пределу, который он будет непреодорим даже с учетом какой-то определенной фармподдержки. И в какой-то момент мы столкнемся с тем, что мы довели до совершенства человеческое тело и довели до совершенства системы учета. Например, мы учитываем уже не десятые, а сотые, не сотые, а тысячные. И в какой-то момент олимпийское движение и спорт, представленные в олимпийских играх, кроме игровых видов спорта, он перестанет быть интересным. А если он перестанет быть интересным, то он умрет. И на арену выйдут те игровые виды состязаний, которые будут приносить людям просто удовольствие, забаву. Или биомодифицированные люди. Да, либо же будет спорт развиваться по пути биомодификации, то есть преодоление вот этих естественных человеческих барьеров за счет биоимплантантов, например. Ну да, но он и сейчас уже идет в пользу в сторону телевизиации, так сказать. Вот мы смотрим, как появился шорт-трек. Ну, так сказать, мне, человеку с классическими взглядами, конечно, приятнее смотреть вот этот большой раскат, длинное кольцо коньковое. Но вот шорт-трек, и люди смотрят шорт-трек, и идут то же самое в лыжах. То, что раньше были гонки с раздельным стартом, тот же марафон бежался с раздельным стартом, сейчас масс-старт, как велогонка. Народ валит толпой, и потом, значит, последние два километра начинается разборка, спринтерская борьба на финише. Всем интересно. То есть меняются виды спорта в пользу их большей телегеничности, теряя, может быть, некую свою классичность. Ну, как бы сказать, и насчет классичности, и насчет телегеничности, и насчет рекорда. Вот рекорд действительно удивительная концепция. Знаете, вот, на мой взгляд, проблема в том, что мы постоянно ищем в олимпизме какой-то педагогический смысл, хотя на самом деле, на мой взгляд, это тот нарратив, который использовался его основателем, для того, чтобы решить конкретный политический проект, построить свой замок, виртуальный замок, в пространстве международных политических отношений, и Кубертену, и международному олимпийскому критету, это удалось. Они создали организацию абсолютно демократическую и неконтролируемую, которая управляет мировым спортом. А уж чего они туда не натащили? Идея рекорда, вероятно, это идет из того бурного прогресса науки и техники, который наблюдался в конце 19 века, и том безумном оптимизме, который испытывали все по поводу достижений, быстрее, выше, сильнее. Ну да, это эпоха Жюльверна, грубо говоря. Это эпоха, да, Эдисона, Жюльверна, парохода. Эпоха Жюльверна. А сейчас это ушло куда-то. Грекам не мысли, как есть хорошая статья, ее автор Вадим Михайлович, он говорил, что грекам немыслимо было стоять склипсидры и считать, кто быстрее. Вот первый пробежал, и все. Я думаю, коллеги из МГУ... Причем там вообще, да, по-моему, в греческих олимпийских играх там же не было такого культа победителя, там медали, там удивительные совершенно, вот я помню. Это совсем другая практика, это ритуал. Да, да, сидел-сидел здесь Валерий Анашвили. И, кстати, между прочим, надо сказать, что вот я не сказал очень важного, что здесь представлены авторы журнала «Логос», который у нас нынче в гостях, не первый раз мы освещаем статьи номера философского журнала «Логос», и вот здесь сидят авторы и соавторы статей, в журнале «Логос» последнего выпуска, который посвящен идее олимпизма. Знаете, вот я, тема сейчас, которую мы затронули, вот только сегодня я пришел из МГУ, читал лекцию студентам о том, чем отличается современный спорт от своих прототипов в Древней Греции, в Риме и в Средние века. Вот, и это как раз та вот вещь, о которой мы говорим, то есть для древних греков это религиозный акт, для римлян это скорее что-то театрализованное, также для рыцарей в Средние века, рыцарский турнир, это был, ну, как бы по своей внутренней сути, это театрализованный акт. Вот, поэтому, конечно, немыслимо, что у каких-то древних греков возникнет такая ситуация, Ну да, да, это уже модернистка. Вы знаете, давайте еще один звонок примем, прежде чем уже будем подводить итоги. Светлана Юрьевна. Да. У вас, да, минута, если можно, в одну минуту, коротко, да. Алло. Да, да, очень коротко. Да, можно немножко иначе поставить вопрос, какое отношение имеет в нашей стране, в специфике нашей страны, учитывая все последние финансовые показатели и то, куда мы катимся, спорт выше в достижении, и то, сколько мы на это стратим, как это соотносится просто с физической деградацией нашего юношеского, которое приходит в военкоматы, и половина из них не может выполнить минимальных норм. У нас дети здесь опять приходят. Понятно. Вы понимаете, это очень важно. Имеем ли мы моральное право заниматься этими высокими олимпийскими высотами? Понятно. Когда у нас... Ясно, ясно. Спасибо, да. Вы знаете, спортом традиционно занимаются больше образованные, чем необразованные, состоятельные, чем несостоятельные. Так получается, что сегодня в военкоматы как раз приходят, к сожалению, люди не очень состоятельные, не очень образованные, и, как правило, их уровень физической подготовки соответствующий. Ну и тоже хотелось бы, чтобы успехи нашего юношества не замерялись ни в военкоматах, ни на медосмотрах в военкомате, а по каким-то другим критериям. И, не знаю, по тем тысячам людей, которые выходят... Не знаю, не могу не поделиться. Вот я в эти выходные еду на марафон Васа Лопет в Швеции, где стартует... Во всех стартах за эту неделю стартует 30 тысяч человек. На главном марафоне стартует 16 тысяч человек. И вот мне кажется, что этим людям здесь... Конечно, да, они смотрели Олимпиаду, но эта традиция Васа Лопет, столетняя уже идущая, она гораздо больше и гораздо шире вот этого олимпизма. Так что хочется пожелать нам всем, чтобы вот у нас тоже были марафоны, чтобы был московский марафон, в котором на старт бы выходило, как в Берлине, 30 тысяч человек. Чтобы были лыжные марафоны, где не по разнарядкам предприятий люди, а за год записывались, и выходило по 16 тысяч на лыжный марафон. И вот тогда мы скажем, что Олимпиада наша действительно имеет какой-то успех и влияние. К сожалению, время наше в эфире уже подходит к концу. Я хочу поблагодарить наших гостей, культуролога Алексея Кыласова, преподавателя МГТУ Андрея Дельфинского, преподавателя МГУ Илью Сазонтова, Владимира Нешукова. Это была программа «Археология». Я Сергей Медведев. Доброй ночи. Занимайтесь спортом.